Встреча с Астрахани 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 Невольно сравниваешь историю всех народов, которые населяют большую Россию, с историей своего народа, больших нагаев. И все больше погружаясь в предмет изучения и анализа, невольно вспоминаются слова видного историка императорской России Василия Осиповича Ключевского. Он говорил, что история – это не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков. И вот возникает вопрос такой, а за что нас готовится наказать история нашего народа? Ну, я простой мугай, как и каждый неравнодушный человек. Видя гибель и уход в небытие судьбы своего народа, скорее всего, задаешь себе вопрос. Кто же послужил основной и главной причиной утери государственности нашим народом? Действительно, настоящему нашего народа не позавидуешь. Возьмем любой регион, где компактно проживают представители нашего народа. Титульные нации и народы все больше с развитием своих регионов, увеличением численности своего населения и уменьшением ресурсного материала все больше выживают представители иных этносов из постоянного ареала проживания. Так было, так есть и, к сожалению, так будет всегда. Это закон жизни. Неттитульные нации либо ассимилируются сразу, либо подвергаются дискриминации при распределении властных полномочий, дележе ресурсов и выдавливаются из привычной среды обитания. Это объективный процесс. И винить в этом какой-либо народ или этнос бессмысленно и контрпродуктивно. Также вот если обратиться к словам вышепроведенного историка Ключевского, вспомним, он говорил, что народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Нагаи, как народ, в последнее время стал просыпаться вот из этой вековой, так скажем, спячки, да, оглядываться по сторонам назад в том числе и в том числе и вперед. И вот эта многолетняя пружина забвения стала разжиматься. Она была в эти времена сжата до такой степени, да, а теперь она стала разжиматься. Теперь вопрос, в какую сторону, куда и в чьих интересах будет направлена эта энергия разжатия. Если сейчас не поднимать эти вопросы, то нам самим, то решение точно придумают за нас и без нас. Я даже уверен, что решения по нам уже есть, то есть составлены, просто пока их не озвучили со стороны, так скажем, доброжелателей. Поэтому понимание того, что сила и энергия разжатия будет направлена против нашего народа и против нашей страны, Российской Федерации, не покидает меня не только как учителя истории, но и как простого рядового нуая. К счастью, ни одного меня эти вопросы беспокоят и не дают спокойно смотреть на наши незавидные настоящие. И вот, помолясь и верив свою судьбу Всевышнему, мы пошли путем возрождения и победы. По крайней мере, мы попытаемся что-нибудь сделать для того, для своего народа и для своих детей. О себе мы уже и не думаем. Ну, Биг Булат, может, теперь приступим к нашему интервью? Если у вас есть вопросы, прошу их вам задать. Да, конечно. Я горд тем, что знаком с вами, горд тем, что выслушиваю ваши умные мысли, иншаллах. Надеюсь, что вы сможете указать, показать или хотя бы нащупать какой-то путь для развития нашего народа. Вы недавно принимали участие в Московском юридическом форуме. Вот что вас побудило к этому? Скажите, пожалуйста. Да, действительно, форум прошел в конце апреля этого года. Ну, что сказать. Мы с вами буквально несколько месяцев тому назад подвели итоги 30-летней деятельности Общеногайского движения в Российской Федерации. В частности, это деятельность общества Берлик. И расширенное интервью я вам по нему уже давал. И мы начали выстраивать стратегию действия нашего движения по возрождению ногайского народа на следующие 30 лет. Что мы там наметили? Первое, это усвоив и структурировав основные исторические факты нашей истории, мы поняли, какое культурно-историческое богатство попало к нам в руки от предков. Сдув, так скажем, за эти последние 2-3-4 года налет времени и замалчивание в угоду чуждых для нашего народа этно- и геостратегических проектов пришло понимание, то останавливаться на достигнутом нам ни в коем случае нельзя. Ведь наши предки и ушедшие в мир иной учителя нас бы не поняли в этом, если бы мы, конечно, имели возможность видеть это все из прошлого. Но мы их видим, помним и сверяем свои решения и устремления с ними. Поэтому, опираясь на их силу духа, подвижничество и порой самопожертвования, мы не думали сворачивать со своего выбранного однажды пути. Джордж Оруэлл в свое время сказал, тот, кто владеет прошлым, владеет настоящим, а кто владеет настоящим, тот владеет будущим. По этой вот такой незамысловатой формуле структуры глобального доминирования возвышают одни нацпроекты и включенные в них народы, а другие проекты и народы отправляют небытие, отобрав у этих народов имя, историю и будущее. Мы не захотели с этим мириться, и поэтому, участвуя в возврате нашему народу его имени, памяти, истории и гордости за своих предков, мы стали владельцами вот этого великого Ногайского прошлого, незавидного настоящего и туманного будущего. Я как-то вам уже говорил в одном из наших прошлых интервью о простых решениях и о сложном выборе наших предков, не сумевших удержать в руках народ и государство. Вот и захотелось нам самим попробовать смоделировать управленческие и социальные процессы, прежде чем укорять или судить кого-либо. Что мы имели? Мы имели на столе дезорганизованность управленческих структур национально-культурных автономий. Эти структуры были оторваны от основной массы народа и жили по сути своей жизнью. Как бы мы не уважали и не ценили подвижность участников и организаторов этих структур, каждый шел своим путем и действовал по мере своего понимания процесса. Отсюда проистекало недовольство непрозрачности работы ФНК, написание книг спорного содержания, выступлений, заявлений и тому подобного. Я имею в виду со стороны общества Ногайского. Все еще присутствовала хаотичность и непоследовательность во всех организационных действиях. Но времена уже изменились. И логика обстоятельств все больше требует логико-структурных согласованных действий. В свою очередь государственные структуры регистрировать законные чаяния Ногайского народа в рамках правового поля не спешат. На вопрос, зачем это вам нужно, я имею в виду с их стороны, или идите лучше в какую-нибудь партию, или еще куда подальше, даже не хочется отвечать. Поэтому мы задали вопрос сами себе, а как вот наши предки поступали в подобных случаях, и у кого они спрашивали разрешение. Оказалось, и тогда, много лет тому назад, никто не спешил заняться подобными проблемами, нашими проблемами. И их приходилось решать нам самим. Поэтому, вооружившись знаниями предков об управлении и подчеркнув современные практики создания крупных социальных суперсистем, мы спроектировали процесс по трем кластерам, уровням. Значит, первый уровень – это национально-культурная автономия и родственные им структуры. Второй уровень – это сетевой проект, которым мы его назвали природным названием «Ногайская орда». И третий уровень – это концептуальный проект настоящего и будущего. Но этот проект носит название «Большая Евразия». Поэтому, когда наши друзья, ведущие проект «Новая Евразия» пригласили нас для обмена мнениями на форум в Москву, чтобы услышать голос представителей, позабытый всеми «Ногайской орды», мы на это откликнулись. И на этом форуме я и выступил. Машаллах, машаллах. Главный план, как я понимаю. А подробнее нельзя? Расскажите, пожалуйста, о трех кластерах, которые вы озвучили. Первый, второй, третий, чтобы мы поняли все глубину нашего плана. Хорошо. Ну вот наше видение будущего мы уже распространяли по соцсетям, чтобы снять информацию о настроениях и собрать и классифицировать вот эти предложения от различных, в том числе и зарубежных групп. Мы до сих пор получаем много откликов и предложений. Главное, что никто не остался равнодушным. В этом процессе, этому процессу. Все это дало нам понимание того, что мы находимся на правильном пути. Ну и так, теперь перейдем к этим кластерам или уровням. Первый уровень – это национально-культурологический проект, который предполагает объединение на этом, в первом уровне, существующий и вновь создаваемый национально-культурной, молодежной организацией в один проект по всем территориям компактного проживания нагайцев, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Поэтому необходимо оставить на первом уровне, именно вот на первом уровне, просветительскую, спортивную, культурную деятельность, межнациональные, международные и научно-исторические мероприятия. Второй уровень – это создание сетевого проекта, которого мы назвали «Ногайская Орда». Ну, ни для кого не секрет, что 21 век является веком сетевых проектов и сетевых держав. Глобализация, нравится кому-то или нет, но это объективный процесс современного мира. Но руководство процессами глобализации носит чисто субъективный характер. Ввиду различной территориальной и страновой юрисдикции проживания нашего народа требуется более широкий и глубокий охват участников проекта, взаимодействие общественных национальных структур в различных сферах жизнедеятельности, выходящих за рамки территориальных национально-культурных объединений. Исторически, если вспомнить, то нагайский народ строился как народ войн. Это была форма выживания народа в непростых социальных и политических условиях. Поэтому на территориях компактного проживания нагаев в рамках уже существующих или вновь создаваемых формальных и неформальных объединений с целью поддержки, заботы и общего надструктурного руководства структурами первого уровня должен вводиться институт Биев. Если вспомнить историю, Биев в истории народов кочевого типа это лидер, народный авторитет, защитник и представитель, а также глава элиты народа. Этот статус остался незапятнанным и пребывает в ореоле чистоты и святости. Биев принимает окончательные решения в различных важных вопросах жизнедеятельности народа, несет ответственность за принятые решения перед народом и подотчетен также перед народом, который наделил его столь высоким титулом. В элитарной историографии Биев равен титулу князя. Также предполагается подчинение Биев вышестоящим нагайским национальным структурам, дабы не терять целостность и единство всей национальной структуры. Общие требования к Биев в современном его понимании следующие. Нагай по национальности, личная харизма и деловые качества лидера, преданность делу нагайского народа, отказ от собственности в бизнесе в пользу общины его избирающих, оставляя за собой только власть и право на распределение ресурсов. Причем распределение должно быть справедливое. Подчинение также центральным органам, которые будут воссоздаваться параллельно. Початанный статус Биев будет пожизненным, без передачи по наследству. Лишиться его можно только с жизнью, либо при потере доверия народа и чести. Путь чести Биа – это беззаветное служение делу нагайского народа. Правила и сакральный ритуал избрания и низвержение Биа известен нашим историкам и специалистам. Научная работа в этом направлении уже ведется. Венцом второго уровня будет создание Совета Биев как высшего органа управления и избрания главного Биа. Создание малого Совета при главном Бие по управлению повседневной жизнью территориальных органов с возведением достойных почетных званий БЕК. Также утверждение общенагайских атрибутов – это флаг, гимн, совет старейшим, корултай, поведенческие правила, этику органов управления, источников финансирования и порядок их распределения. Тем самым мы закрепим статус народной элиты с элементами подлинной народной демократии. Тогда, когда элиты формировались по принципу «снизу вверх» и «лучший из лучших». Магайские Биа должны быть цементирующим костяком всего проекта и должны повести его в будущее. Они, имеется в виду Биа, должны послужить примером для других, в том числе и тюркских народов, самоорганизации и продвижении общетюркских и общечеловеческих ценностей в повседневной жизни. Этот процесс также направлен на перехват ценностной базы от уличных понятий и традиций, все более входящих в конфликт с мусульманской этикой, наложенный на этику древнетюркских поведенческих правил. Третий уровень, по нашему мнению, это следующее. Нам не следует запираться в национальных квартирах. Логика сетевой державы требует диалектики расширения. Для перехвата управленческих процессов происходящих внутри и снаружи нашего народа требуется выработка концептуальности и проектности, наличие образа будущего. Наш образ будущего в ближайшие 30 лет войти в семью народов Российской Федерации и народов Большой Евразии как единый народ и равный субъект региональной и глобальной политики. Подчеркиваю, равный субъект, не объект. Имеющий право, в том числе наряду с другими народами, на управление территориями, ресурсами и участие в их справедливом созидании, распределении и потреблении. Наши ближайшие исторические союзники в проектах в проектах Малой и Большой Евразии это башкирские, киргизские, каракалпахские, казахские, туркменские, нагайбахские, мешарские, булгарские и другие общины и их общественные организации на территории Российской Федерации, не имеющие своей концептуальной проектности. Необходимо помочь им обрести ее с нашей помощью и в наших общих интересах. Сейчас наша страна Большая Россия вновь стала объектом воздействия различных недружественных глобальных проектов, поставивших под сомнение право на самосуществование нашей исторической Родины как целостной державы. В этой обстановке мы не можем оставаться в стороне. Приходит время проявить здоровую народную инициативу, так как мы ее понимаем и так, как ее понимали наши предки. Будет жить Россия, будут жить и все народы, населяющие нашу великую страну. Альхамдулля, маша Аллах, грандиознейшие планы, по идее. В принципе, я даже с вами согласен уже некоторое время, года два-три, наверное, я тоже хочу, стремлюсь, чтобы какие-то структуры у нас были, самоорганизации, ну и так далее. Ладно, в принципе, с первого раза понять это дело невозможно, я думаю, мы продолжим в будущем наши разговоры, но первый вопрос, который возникает у меня лично, эти грандиозные планы требуют какого-то финансового вливания, что ли. Ну, я не думаю, что наш народ столь богат, чтобы мог вложить государство, как вы в начале, в самом начале заметили, что не вливает и не намерены вливать. Как вот мы сможем финансировать это дело? Да, вы правы. Любые управленческие решения требуют финансового обеспечения. В этом вы с вами спорить бесполезно. Правда, на вашей стороне. Ну, мы интеллектуалы и наше дело подготовить структуру, дать ей, так скажем, необходимые исторические и культурологические обоснования. Ну, а когда настанет время для следующего управленческого маневра, необходимые средства появятся, я в этом уверен. Замысел, стратегия, создание процесса всегда первично. Для этого большие деньги не требуются. Они только могут повредить нашему зарождающемуся делу. Мы это делаем не за деньги и не на деньги, как нас пытаются обвинить наши партнеры, так скажем. В этом как раз и есть ценность наших устремлений. Как говорили в свое время большевики, основа движения это живое творчество масс. Вот какие средства ни в коем случае брать нельзя и ни при каких обстоятельствах мы это точно знаем, то это будет вредно для нашего народа и нашей страны будет отвергнуто. Все, что вредно для нашей страны, это будет отвергнуто. Наметки и предварительные расчеты, конечно, есть. Не без этого. Но об этом пока говорить рано. Сначала нужно хоть что-то сделать и показать вот это все на каком-то таком примере показательном. Самое главное, что нам удалось сделать это ввести в дискурс на самых высоких интеллектуальных площадках, как была последняя площадка в Москве в апреле месяце, то, что это наш голос о Ногайской Орде, ее опыте в построении и структурировании крупных социальных суперсистем на Евразийском континенте. Потому что этот опыт очень такой, знаете, важный, к нему я думаю будут все равно возвращаться и будут его использовать, но на другом, так скажем, совершенно другом проектном уровне. И в этом процессе мы обязаны участвовать. Иншаллах, я вот, кстати, тоже заметил, что какой-то информационный вакуум, что ли, или барьер какой-то преодолен. Про нас начали много снимать видео, о нас начали говорить, в том числе на более высоких уровнях и так далее. Но смотрите, возникает еще один вопрос. Есть такой на евразийском просторе еще один проект. Великий Туран. Какие взаимоотношения унуваев с этим проектом? Ну, нагайский народ, он является неотъемлемой частью тюркского народа. Но нас никто не хочет видеть в этом проекте как отдельный народ. Я имею в виду проект тот же самый Великий Туран. Хотят видеть только частью других народов. В частности, частью татарского народа, частью казахского народа, частью кумыкского народа, частью крымско-татарского народа и так далее. А это нас настораживает. До сегодняшнего периода нашу историю и так достаточно эксплуатировали в чуждых нам национальных проектах. Поэтому пришла пора нам заняться в первую очередь своими проблемами. Потому что эти проблемы никто за нас решать не будет. Желающих помочь нам на этом пути самоорганизации, нашей самоорганизации, кроме башкира и нагайбаков пока никого я не вижу, пока никто не засветился. Остальные либо держат такую выжидательную позицию или активно мешают этому процессу. Я имею ввиду их элиты. Не народы, а их элиты современные. Мы стремимся занять концептуальные вершины, на которых когда-то так скажем вольготно чувствовали себя наши предки, которые передали нам свои определенные сокровенные управленческие знания и все богатство своего культурного наследия. Наша задача не утерять, а приумножить это наследие, это богатство. Но как мы распорядимся этими знаниями и национально-культурным наследием наших предков, это покажет время и историю. Как говорят, дорогу осилит идущий и стучащий Всевышний откроет двери. У меня все по этому вопросу целым. Иншаллах, ваши слова до бога уши, как говорят русские наши христиане товарищи. Я думаю, что остановим пока интервью. У вас слишком в информационном плане плотная речь. То есть имеется ввиду разбирать каждое слово, задумываться. Я думаю, что чем больше вы дадите информации, тем меньше ее воспримут. Иншаллах, в следующий раз встретимся, наберем вопросов, которые поступят нам в комментариях. Разберемся, иншаллах. В любом случае, я за вас, я горд тем, что у нас, у нагайцев, есть такие интеллектуалы. Вы наследник наших интеллектуалов, сеть которых, цепь которых не прерывалась никогда. Аль-Хамдул-Ллях, у нас были интеллектуалы и в 19-м веке, и в 20-м веке, и в начале, и в середине, и в конце. И сейчас, аль-Хамдул-Ллях, 21-й век, будем с помощью наших интеллектуалов поднимемся, выживем, и встанем на свое законное место, иншаллах. Аминь. Ас-саламу алейкум, ва-рахматуллах, ва-баракятух. Алейкум саламу. Алейкум саламу 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 алейкум с